МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Официального карантина нет, но детсадовцы сегодня остались дома. В Министерстве здравоохранения советуют не паниковать. Снимать руки с мылом, чихать по-европейски в локоть и шить марлевые повязки. Коммунальные службы переведены на круглосуточный режим работы. Сотрудники администрации будут работать и в выходные. На Киров надвигаются сильные снегопады. Культура в залоге. Это уже не образно, а вполне реально. Причем появились риски, что за долги часть филармонии и двухэтажное здание санатория в Митина отойдут в частные руки. Лишение прав и конфискация автомобиля. Начальник ГИБДД подвел итоги нововведений и огласил планы на год. Увидеть, как выглядел Александр Невский собор и театральная площадь 100 лет назад. В Кирове открылась новая выставка прогулки по Старой Вятке. Вы смотрите информационный канал «Город» в студии Ксении Никишова в ближайшие минуты о главных событиях четверга, 28 января. Официального карантина нет, но детсадовцы сегодня остались дома. Девять групп в шести садах закрыты только по инициативе руководства учреждений. В Министерстве здравоохранения успокаивают. Эпид-порог по гриппу и по РВИ не превышен. И рост заболеваемости 6% за неделю – не повод скупать лекарства в аптеках. Сегодня в Министерстве отметили, вирус свиного гриппа особо опасен для беременных и граждан пожилого возраста, а также для больных с сахарным диабетом. Сейчас в седьмой больнице один пациент с пневмонией находится на искусственной вентиляции легких. Позавчера, напомним, скончалась пациентка с подозрением на свиной грипп. Только за последние сутки скорую на дом вызвали 620 кировчан. Но в Министерстве здравоохранения советуют не паниковать, мыть руки с мылом, чихать по-европейски в локоть и шить марлевые повязки. Были огромные просто запасы масок на аптечном складе еще с 2009 года. Если вдруг вы обратились в аптеку и вам не продали маску, ну давайте мы вспомним еще 5-10 лет назад, когда одноразовых масок не было, мы все в период эпидемического подъема шили 4-слойные марлевые маски. Пока мороз и низкая влажность сдерживают распространение вируса, но вот теперь ситуация может кардинально измениться. Владельцам предприятий настоятельно рекомендуют дезинфицировать все поверхности, несколько раз в день протирать перила на лестницах, ручки входных дверей и терминалы. Также кировчанам посоветовали вообще отказаться от посещения общественных мест, особенно с детьми. Тем временем оттепель не за горами. Коммунальные службы переведены на круглосуточный режим работы. Сотрудники администрации выйдут на работу в выходные. Такое распоряжение сегодня дал Александр Перескоков. Дежурство организует из-за надвигающихся снегопадов и оттепеля. К выходным должно потеплеть до минус одного. Дополнительные силы будут брошены на очистку крыш от снега и наледи. Глава городской администрации даже распорядился создать бригады оперативной расчистки. По наблюдениям инспекторов и активистов, сейчас крыши во всех районах области представляют большую опасность. Для дополнительного стимула коммунальщиков инициативные граждане даже составили антирейтинг управляющих компаний, исходя из количества жалоб. Больше всего недовольных оказалось в Октябрьском районе. Лопат, заверили активисты, хватит на всех недобросовестных коммунальщиков. Антирейтинг запустят вновь после выходных. Тогда, по прогнозам, снегопады должны будут утихнуть. Часть помещений Вятской филармонии, двухэтажное здание санатория в Митине и еще четыре объекта недвижимости рискуют перейти в частные руки из-за долгов Новоавиатского лыжного комбината. Изначально это была программа господдержки. Область, выставляя объекты культуры в залог, помогала предприятию получить кредит. Но теперь специалисты контрольно-счетные палаты настаивают на отказе от такой формы помощи. И даже если отстраниться от этого примера господдержки, объекты культуры в последнее время слишком часто стали появляться в СМИ в связке со словами «в залоге», «оптимизация» и «закрытие». Артем Панигаровский их продолжит. То, что явилось предметом залога специально для Новоавиатского лыжного комбината в документе, который датируется 2011 годом. Старое двухэтажное здание на улице Ленина, 25, двухэтажное здание санатория в Митине, второй этаж филармонии, там почти 400 квадратов, еще 2000 на Воровского, 73 и почти 1000 на Короленко, 31. Вообще это распространенная практика. Суть ее в том, что предприятие берет кредит, но в залоге имущество областное. За услугу платят области 1%, получают вполне доступный кредит миллионов так в 400. Обычно все остаются в плюсе, но результаты проверки контрольно-счетной палаты показали обратные. Новоавиатский лыжный комбинат в течение 2015 года не смог в силу сложной финансовой ситуации рассчитаться по кредиту банковскому. Поэтому, собственно говоря, и совершенно очевидны риски утраты этого имущества в случае, если кредитодатель заявит, так сказать, о возвращении долга. По некоторой и неподтвержденной информации из банка, в котором НЛК взял кредит, долги уже проданы коллекторам. Но Юрий Лаптев уверен, в этом ничего страшного нет. Займ предприятием брался до 2018 года, и пока можно говорить только о рисках области потерять часть площадей филармонии, здания санатория в Митино и еще несколько объектов недвижимости. Но, несмотря на это, в ведомстве уже рекомендовали областному правительству на время кризиса отказаться от такой формы господдержки. Ведь и риски могут со временем превратиться в действительность. В сегодняшних условиях мы считаем, что это не совсем целесообразно. Сегодня можно использовать другие формы государственной поддержки, ну, в виде, например, налоговых льгот. Главной ошибкой правительства области, по мнению председателя контрольно-счетной палаты, стало то, что на Вавятский лыжный комбинат никто и не обязывал отчитываться об исполнении своих обязательств. Ситуация всплыла только в конце 2015-го. Вот только сами работники ничего подобного не слышали. Говорят, после массовых сокращений в 2014-м так и работают потихонечку, продолжая распродавать оборудование. Работает действующая производство. Даже в Новый год работали, не останавливались. Спрос на плиту есть. Плиту как бы у нас берут и вагонами, и так, и фурой. Есть работа, заработная оплата, и которая опять проиндексирована с Нового года. В Министерстве госсобственности Кировской области утверждает, что ошибки уже исправлены. Никаких, правда, подробных комментариев, только одна цитата Елены Мальцевой. Риски потери имущества действительно очень высоки. И они только усиливаются в связи со сложной экономической ситуацией. Мы доработали региональное законодательство в части усиления гарантий сохранности областного имущества при передаче в залог. Впрочем, и полностью отказаться от этой формы господдержки в Министерстве не планирует. Но вопрос уже из разряда этических. Как вообще в залоговые списки могли попасть санаторные оздоровительные и культурные объекты? В Башкирской республике на днях похожая ситуация до рисков потерять, правда, не дошло. Но башкирские депутаты хотели включить в залоговые списки всего лишь здание бывшего кинотеатра. Не получилось. Запретила прокуратура. Но даже если отстраниться от господдержки, которую область оказала предприятию, отдав залог двухэтажное здание в санатории Митина и часть площадей Вятской филармонии, объекты культуры в городе Кирове в последнее время чаще стали фигурировать в СМИ в связке с такими словами, как «заложен», «есть опасность закрытия» или «вовсе снесен». К примеру, вот этот бывший ДК Циолковского долгое время ветшал и в 2014 году очень быстро исчез. Сейчас на его месте огороженная пустая площадка и главные ворота, которые служат своеобразной поздравительной открыткой. Здесь кто-то кого-то поздравляет с днем рождения. А вполне возможно, что с днем рождения застройщик поздравляет свой будущий многоквартирный дом. Тем более в 2014-м параллельно со сносом в городе то и дело говорили, что выгодное место пустовать не будет. Совсем свежий пример с культурным домом металлургов, который совсем недавно перешел от завода к городу. И внутри начались административные подвижки, поиска средств на существование. А еще следует вспомнить Кировскую волну культурно-музейных оптимизаций. И на той волне куда-то пропал отдел природа и Вятская кунсткамера теперь на замке. Такой вот культурный залог экономической безопасности. Артем Паникаровских, Максим Скачилов, Андрей Фоминых, информационный канал «Город». Смотрите во второй части нашего выпуска. Закон о льготах на капремонт уже у губернатора, кого из кировчан освободят от квитанции. Лишение прав и конфискации автомобиля. Начальник ГИБДД подвел итоги нововведения и огласил планы на год. Вы удивитесь, но это театральная площадь. Когда-то здесь была вот такая большая хлебная площадь, здесь происходил торг. Увидеть, как выглядел Александр Невский собор и театральная площадь сто лет назад. В Кирове открылась новая выставка «Прогулки по Старой Вятке». Вы смотрите информационный канал «Город». Мы продолжаем. На рассмотрение у губернатора кировские депутаты подготовили поправки в закон о капремонте. Он освободит от взносов пенсионеров старше 80 лет и предоставит скидку 50% неработающим гражданам старше 70. Подробности смотрите далее в нашей рубрике «Короткой строкой». В Кировское ЗАГС собрание будет внесен закон о льготах на капремонт. Сейчас проект находится на рассмотрении у губернатора. Предполагается, что он освободит от взносов пенсионеров старше 80 лет и предоставит скидку неработающим гражданам старше 70. Напомним, такой федеральный закон был принят еще в декабре, однако каждый регион внедряет его на свое усмотрение. 10 февраля в Киров приедет специалист визового центра. Все желающие могут сдать отпечатки пальцев на получение шенгенской визы. Для прохождения дактилоскопии при себе нужно будет иметь полный пакет документов. Записаться на услугу нужно заранее по телефону 38-52-31. 29 января к нам в город приедет современный поезд-музей. Передвижная выставка состоит из 8 вагонов. В каждом из них кировчане смогут увидеть макеты составов и узнать историю железнодорожного транспорта. Музей пробудет в Кирове 23 дня, после чего отправится в Зуевку. В этом году на дорогах в городе появится 3 новых комплекса видеофиксации. Система будет регистрировать не единичное превышение скорости, а средний темп движения автомобиля от одной камеры до другой. Напомним, такую камеру установили на дамбе Макаре еще в сентябре прошлого года. Ежедневно она фиксирует 200 нарушений. Автор проекта «Пешком по вятке» запускает новые экскурсии по исторической части города. В ближайшие несколько выходных для кировчан пройдут обзорные автобусные экскурсии. Узнать подробную информацию и записаться на поездку можно по телефону, который вы видите на своих экранах. За две недели 80 кировчан остались без прав. Это те водители, которые вовремя не оплатили штрафы. Напомним, федеральный закон вступил в силу 15 января. Он запрещает управлять транспортом тем, кто накопил долгов больше 10 тысяч рублей. В этом году без правников в Кирове станет еще больше. Ужесточат наказание для водителей в нетрезвом виде. За повторную езду в пьяном виде только в январе поймано 38 кировчан. Каждому из них теперь грозит уголовная ответственность. Однако, по словам начальника ГИБДД, этих мер все равно недостаточно. Многие продолжают ездить, даже несмотря на наказание. По его мнению, в борьбе с пьянством за рулем поможет новый закон. Его принятие инспекторы ждут уже в этом году. Сейчас уже рассматривается вопрос именно конфискации транспортного средства. То есть независимо, именно он управляет по доверенности или это свое личное транспортное средство. Кстати, не накопить большие долги, не лишиться прав поможет новый закон. Напомним, с 1 января водители могут оплатить половину суммы штрафа. Этой услугой воспользовались уже тысячи кировчан. Вернуться в прошлое и прогуляться по губернской вятке. В Кирове открылась уникальная выставка. На ней можно увидеть, как выглядел наш город 100 лет назад. Здесь собрано больше 40 графических работ художницы Татьяны Дедовой. Мастерица попыталась в точности изобразить разрушенные здания. Например, Александр Невский собор, Воскресенскую церковь, юрист Арана Пола. Наш корреспондент Юлия Косолапова первой совершила прогулку назад в прошлое. Увидеть самый красивый собор вятки сегодня можно только на фотографиях или картинах. 79 лет назад его уничтожили. Вятский богатырь, именно так 100 лет назад называли храм, строение уникальное. Главный купол был выполнен в виде шлема. Фотографий храма осталось немного, да и те в плохом качестве. Александр Невский собор венчал перекресток улиц Семеновская и Воскресенская. Сегодня это Воровского и Ленина. Сейчас на месте храма стоит филармония. Но в рисунках художницы Татьяны Дедовой кажется, что собор до сих пор возвышается над вяткой. Вятский богатырь был третий по размеру храм в России. В конке он был 56 метров, Исааки 57 метров. То есть это был буквально наш вятский Исааки. Вот еще одно здание, которого уже нет. Ресторан в парке Аполло был построен архитектором Чарушиным. Проект ресторана «Мавритания» был реализован в начале 20 века. Здесь же были построены летний театр и сад. Правда, до наших дней сохранился только сад и детская площадка, которую построили несколько лет назад. На выставке представлено очень много зданий, которых не сохранилось. Например, Воскресенский собор. Он находился на улице Ленина, где сейчас стоит центральная гостиница. Но этот собор разрушили в 1929 году. Чуть ниже – Церковь всех святых. Одна из самых красивых церквей города. Но сейчас ее не найдешь на карте Кирова. Эту церковь разобрали по кирпичам еще в 1930 году. На новой выставке кировская художница Татьяна Дедова представила около 40 работ, выполненных карандашами и акварелью. Вот, например, овраг засора. Сто лет назад здесь заливали самый большой каток на вятке. А в начале века устраивали спортивные соревнования, а вечерами играл духовой оркестр. Сегодня здесь место катка – танцующий фонтан. Вы удивитесь, но это театральная площадь. Когда-то здесь была вот такая большая хлебная площадь. Здесь происходил торг, поэтому и называлась она хлебная. И была обширная торговля зерном и разной хлебной продукцией. Также мы можем видеть здесь дом вятского купца Толмачева. Смотрите, какие интересные у него тут флажочки и шарики на крыше. Дом купца Толмачева тоже не сохранился. На его месте сейчас Кировский драматический театр. И таких метаморфоз, зарисовка художницы – масса. Вот знаменитый особняк Булычева. Сто лет назад он был окружен деревьями, а теперь по соседству стоит здание УМВД. А вот ротонда в Александровском саду и дом губернатора, сейчас это здание Ленинского суда, остались неизменными, несмотря ни на что. Выставка «Прогулка по Старой Вятке» не рассказывает об архитектуре города. Она позволяет увидеть Киров совершенно другими глазами. Юлия Косолобова, Максим Скачилов, информационный канал «Город». И в завершение выпуска прогноз погоды на долгожданную пятницу. С ним вас познакомит Алена Матвеева. Мороз на Павла предвещает жару летом. Если на закате солнце окрашено в красный цвет, то на следующий день стоит ожидать холодной, но солнечной погоды. А яркий месяц с крутыми рогами обещает, что морозец будет легким и приятным. Так гласят народные приметы. А я расскажу вам о погоде на завтра. 29 января в Кирове ожидается пасмурная погода, снег. Днем минус 14, ночью минус 15 градусов. Ветер южный до 6 метров в секунду. Атмосферное давление составит 742 миллиметра ртутного столба. Удачные вам пятницы! И это были все новости четверга, 28 января. Если у вас есть что рассказать, звоните нам по телефону редакции 54 18 19. В студии для вас работала Ксения Никишова. Спасибо, что были с нами. Удачи вам и увидимся в городе. Продолжение следует...